Здравствуйте! Вы смотрите программу Смыслица. Утром ехала в машине и увидела рекламный щит. У нас завтраки от 100 рублей до 12 часов. Сразу вспомнился анекдот. Копаем от забора и до обеда. Все ясно. Нужно срочно повторять правила употребления однородных членов предложения. Итак, однородные члены предложения – это главные или второстепенные члены предложения, которые выполняют в предложении одинаковую синтаксическую функцию. Они связаны с другими членами предложения одинаковой синтаксической связью. Ключевые слова – одинаковая функция и одинаковая синтаксическая связь. Иначе возникают ошибки. Причем носят они не только стилистический, но и логический характер. Запомните, недопустимо соединение в качестве однородных, несопоставимых понятий. Люблю своего мужа и вышивание. Сразу вспоминаю школьные примеры. Пить чай с лимоном и с удовольствием. Шел дождь и два студента. Можно ли использовать подобные нарушения нормы как прием? Конечно, фигура речи называется зевгмой. Она часто встречается в фильетонах Зощенко и Аверченко. Помните, моя жена говорит по-французски и по телефону. Цель зевгмы как фигуры речи – создание юмористического эффекта за счет вот этой неоднородности однородных членов предложения. Но вернемся к ошибкам. Вторая проблема – это лексическая несочетаемость одного из однородных членов предложения с каким-либо словом в предложении. Полиция обрушила на митингующих дубинки, гранаты со слезоточивым газом и огнестрельное оружие. Но невозможно обрушить гранаты и оружие. Обычно однородные члены предложения относятся к одной и той же части речи. Поэтому не сочетается инфинитив и существительное. Я люблю мороженое и пить кофе. Лучше так – люблю есть мороженое и пить кофе. Или люблю мороженое и кофе. Стилистической ошибкой считается нагромождение однородных членов предложения. Чувствуете комический эффект? Молдавию, Украину, Калмыкию, Кавказ. Он проехал на бричке, тарантасе, дилижансе, карете, на лошади и изучил вполне и основательно. Ошибки в однородных членах предложения – это большая и важная тема. В следующий раз продолжим. Пусть наша речь будет безупречной. До встречи!